Добрый день, уважаемые друзья! Мы вновь с вами в прямом эфире. Итак, чемпионат мира в Санкт-Морице. У нас задержка старта второй попытки гигантского слалома у мужчин. Задержка по причине летного инцидента. Мы уже вам рассказывали, что произошло. Но вот сейчас напомним, потому что действительно такой момент, который бывает редко. Посмотрите, вот репетиция, видите, вот этого авиашоу, которое должно завтра состояться. И один из самолетов задевает трос. И падает камера, которая снимает нижнюю часть трассы. И вот еще, обратите внимание, вот здесь мы видим, прямо вот на середину выкота сюда, на финише. И вот из-за этого тут получилась небольшая паника, конечно, среди организаторов. Пришлось срочно все ремонтировать. И из-за этого, в общем-то, и задержали старт второй попытки. Но, насколько мы знаем, сейчас уже все наладилось, все в порядке, все работает. И соревнования начнутся буквально через минуту 12, 13. Но пока у нас Марсель Хиршер будет сейчас в кадре. Мы, как раз, на канатной дороге. Ну и, конечно, вспоминается сразу эпизод прошлого года, друзья. Вы помните прошлый сезон, когда на Марселя дрон практически упал буквально в метре от него во время соревнований с лалами в Мадонне-де-Конфиле. Но тогда еще мы помним, Марсель так с юмором к этому отнесся эпизоду, сказал, что, ну, такой трафик серьезный в Италии, мало ли чего не бывает. Ну что, в таких ситуациях что можно поделать? Ну, я думаю, сейчас все наладится и не помешает уже нам соревноваться на второй попытке. Ну, а что касается соревнований, он говорит, ну, у нас сейчас борьба серьезная, разрывы очень маленькие между претендентами. И, конечно, на второй попытке будет очень серьезная конкуренция. Да, друзья, в общем-то, мы тут по-другому и не предполагали. Борьба действительно идет плотная за медали, вот, конкретно в сегодняшнем гигантском с лалами. Мы видим, что погода, ну, стала чуть-чуть более так темновато, потому что солнышко появлялось на первой попытке, сейчас так пасмурно достаточно. Ну, вот, в общем-то, да, как раз обсуждают тоже Тина и Джонатана этот инцидент, то, что вот, конечно, самолеты так низко летают. Конечно, Тина говорит, что летчики, наверное, не заметили этот трос, но это не очень, конечно, хороший, нехороший такой инцидент получился. Ну, понятно, что спортсмены, спортсмены к этому достаточно хладнокровно относятся и, говорит, у нас мысли заняты соревнованиями, поэтому никто особо тут не следил даже за тем, что произошло. Ну, что ты скажешь, у Хиршера большой запас перед вторым заездом, но Тина думает, что не так большой, во-первых, запас, и так просто Хиршеру не будет. И Алексис будет атаковать еще больше, но это будет хорошая битва, вот так считает Тина Мазер. Ну, много критики было, мы видели в прессе, что вроде бы Хиршер не в очень хорошей форме, ну и, конечно, Марсель-то делает хорошую работу, говорит Тина. Но, может быть, он на 100% был не готов, которые происходят, но гонка будет честная, гонка будет ровная. Ну, и тут вот многие, тут еще ребята, ведь мы обсуждаем только Пентуро, а ведь другие ребята тоже, в общем-то, неподалеку тут в полусекунде тоже могут, в общем-то, подключиться к борьбе. Ну, и нам, конечно, сейчас будет интересно смотреть, еще раз говорит Тина Мазер, за такой борьбой всегда следить интересно. Ну, действительно, друзья, тут трудно поспорить. Тина нам с Джоном достаточно подробно все обрисовали. Мы видим уже прямую трансляцию из стартового городка. Вот кто-то из швейцарских спортсменов готовится. Да, вот с этой камеры хорошо видно, друзья, действительно так стало достаточно пасмурно, но я уже говорил, что небольшой снегопад, обещали синоптики после обеда. Ну, вот по местному времени сейчас 13.20. Несколько минут остается до старта второй попытки гигантского слалома. Вот вы видите, как тут активно все готовятся. Как обычно, тридцатка лучших будет стартовать в обратном порядке. Ну, а у нас сейчас постоянная рубрика Тина Мазер в роли тренера. И тема сегодняшнего клипа – это просмотр трассы. Давайте посмотрим, уважаемые друзья. Очень интересный момент, на который мы иногда, может быть, не обращаемое внимание. Привет всем! Сегодня специальный выпуск. Я хочу рассказать вам про просмотр трассы. Первое на просмотре – это стартовые ворота. Надо проверить угол уклона, и они достаточно разные на разных трассах. И во время проверки надо определиться, вот каким способом из этих ворот надо выпрыгивать. Ну, что ж, действительно, старт – это достаточно такой серьезный момент в любой трассе. Далее мы двигаемся по трассе. Следующий шаг – это, наверное, все-таки снег. В горных лыжах погодные условия, состояние снега меняется довольно часто. Вам нужно чувствовать снег под лыжами. Но для этого его не нужно трогать, надо чувствовать, чувствовать, надо анализировать. Выжники проверяют склон вместе с тренерами и ведут постоянные обсуждения. Ворота за воротами по трассе, скорость, прыжки – все это обсуждается. Секретом подготовки также является хорошая визуализация. Вам нужно понимать, как выглядит склон, что случится в следующем моменте, что вы будете делать в данной ситуации. Ну, и некоторые места, на которые тоже специально обращать внимание. Вот, допустим, трамплин, который есть на трассе. Важная часть исполнения трамплина – это приземление. Надо сразу определиться, где вы можете приземлиться, чтобы выбрать потом, после приземления, уже точную траекторию. Ну, мы видим, как запоминает. Вот Тина тоже нам так же демонстрирует. После того, как вы все проверили, надо все запомнить, надо все еще раз мысленно пройти, и тогда вы уже будете готовы к гонке. Ну, что ж, теперь вперед. Очень важный момент, и спасибо Тине Мазе. Вы знаете, просмотр трассы – это очень важный элемент. Я тоже абсолютно с Тиной согласен. И вот она нам основные моменты сейчас, кстати, продемонстрировала. Спортсмен, который не запоминает идеально трассу, имеет мало шансов на успех. Причем в любой горнолыжной дисциплине. Это касается и скоростного спуска, это, конечно, касается и слалома гиганта. Ну, и вот уже стартовый протокол у нас появился. Мы видим, что 30-е место на первой трассе занял американец Хокрон Зигли. Ну, значит, он и будет начинать вторую попытку. Ну, и далее по порядку. Вернее, в обратном порядке, в который раз я говорю. И 30-м, как вы видите, пойдет Марсель Хиршер, самый быстрый на первой трассе. Всего у нас на второй попытке 60 спортсменов. Ну, мы говорили, это уже правило чемпионата мира. Вообще финишировал на первой попытке 73. Но, как и вчера у женщин, сегодня у мужчин в жюри отсекает последних. И вот ровно 60 будут стартовать на второй трассе. Хотя мы понимаем, что шансы на высокие места имеет как раз лишь 30-ка. Это понятно. 16-й нагрудный номер. Это у нас Манфред Мельк из итальянской команды. Ну, тут и по форме, я думаю, вам прекрасно все это понятно. У Манфреда, можно сказать, первая попытка не получилась. Все-таки 20-й, достаточно далекий результат. 25-й это Эрик Рид. Ему-то стартовать уже вот-вот. Вторым по порядку уйдет на трассу. Да, тут еще вот представители мы видим Канады. Вот чуть сзади это словацкие тренеры. У них сейчас будет Андреас Зампа стартовать. Вот он справа стоит, кстати, тоже готовится. Тут, опять же, в этом кадре и норвежцы. Бьернер Нетеланд. Вот последние приготовления. Вот как раз у нас Андреас Зампа крупным планом на экране. Все эти спортсмены, вот, перечисленные, проиграли около двух секунд. И, в общем-то, имеют неплохие шансы продвинуться на второй попытке. Все-таки они стартуют по чистой трассе. Ну и вот начались соревнования. Напоминаю, друзья, это вторая решающая попытка славного гиганта у мужчин на чемпионате мира. И первый участник Райан Кокрон Зигли из команды США. Давайте посмотрим, насколько изменились условия и изменился ли вот профиль трассы. Да, вы знаете, немножечко, вот уже даже с первых тут видно, постановочка немножко отличается от первой попытки. Я напомню, что вторую, вот именно эту трассу поставил тренер австрийской команды Сливник. Австрийская, обратите внимание, а ведь после первой попытки именно австрийские спортсмены у нас самые быстрые. У них серьезное представительство. Кроме Киршера, еще Шорхофер на второй позиции. А на шестом месте Ролат Лайтингер. Так что австрийцев, наверное, наивысшие пока шансы. Ну, добрался до финиша. Насколько успешно, мы это чуть позже узнаем. Давайте посмотрим. Время прохождения заметно побыстрее. 1.09 было на первой трассе у Американца, а на второй 1.07. То есть, вот видите, пока вторая попытка побыстрее. Идется аж на 2 секунды в исполнении Американца. Посмотрим, что это будет дальше. Да, вот на этом плане хорошо было видно, такая тучка достаточно мрачная тут надвигается на трассу. Но я думаю, что успеют отсоревноваться спортсмены. А потом уже после финиша, ну пусть снежок пойдет, это уже, в общем-то, не принципиально. Стартовый интервал, знаете, маленький, 1.15 всего лишь стартовый интервал. Я, наверное, ну, когда пойдут сильнейшие десятка, то, скорее всего, интервал будет опять побольше. Перекрит. Следующий у нас на трассе. В принципе, если брать еще и погодные условия, ну вот нам дает компьютер, что температура-то все-таки опять заметно изменилась. Хотя и солнца-то вроде нет, друзья. А все-таки было минус 2, стало плюс 3. Но так как нет прямых солнечных лучей, будем надеяться, что трасса не растает. Потому что вот мы видели, что опасаемся все время, вот особенно последние дни. В начале чемпионата было сильно холодно, а вот сейчас в нем плюсовые температуры. Конечно, многие опасаются, что трассы бы не разбивались. А при плюсовой температуре, сами понимаете, снег становится мокрым, рыхлым и всякое может быть. Хотя, опять же, химикаты вчера использовали во время женских соревнований, мы видели. И трасса так очень хорошо выглядела. Хотя температура была такая же. Даже было чуть-чуть потеплей. Бьерн Орнете Ланд. Норвежский спортсмен. Он сейчас на трассе. Да, важно, вот эта разметочка синяя, хорошо, я смотрю, видите, да, яркая такая, хорошо ее отметили. Важно, вот в пасмурную погоду, конечно, важно, чтобы ориентироваться по рельефу. Ну, и норвежец проигрывает. Норвежец заметно проигрывает. Вот какая была трубная ситуация-то, а. Как закрутило его на внутренней ноге, пришлось выруливать. И еще один спортсмен из Канады, Фил Браун. И надо же так, друзья, вот более, так сказать, результатов получилось у нас, что ровесники друг за другом. Все 91-го года рождения. И Эрик Ри, и Нэталант, и Браун. Ну, вот Браун-то сходит, вот что. Вот. Камера у нас заработала, это сломанная. И вот видите, верхней камерой мы уже получили с вами панораму. Ну, в данном случае, можно сказать, сопротивлялся как мог, согласитесь, да? Фил Браун, но все-таки трасса победила в данном случае. И сошел с дистанции канадец. Андреас Зампа. Следующий у нас пошел. 25-й результат после первой попытки. Что касается, чтобы уже завершить разговор о первой попытке, друзья, ну, я сказал, что 60-й у нас выйдет человек на старт второй трассы. В том числе двое россиян. Александр Адриенко, 34-й после первой попытки. А Семен Ефимов, 54-й. Ну, сами понимаете, видите, да, что неудачно сегодня, совсем неудачно выступили россияне. Павел Трихичев вообще сошел на первой трассе. Так что, ну, вот такой неудачный пока день. До команды России. Ну, и мы видим, что Адриас Зампа ему тоже не везет серьезно. Такая грубейшая ошибка уже была в его исполнении. И теперь, ну, идет, конечно, до финиша, борется до конца, но уже можно понимать, что очень далеко он будет. Да, 4 с лишним секунды, это не шутка. Это, конечно, ну, вот видите, ну, падение. Это надо прямо просто называть, это падение. А вот тут еще чудом он выйдет, посмотрите, да, вот еще бы метр проскользил бы. А вот спортсмен, которого мы, ну, наверное, не очень в тридцатке-то ожидали увидеть. Эх, и он сходит с трассы. Марте Мартинс, друзья, из Голландии. В Голландии, ну, редко мы видим, редко мы видим представителей такой страны, где, в общем-то, гор-то вообще абсолютно нет, как вы знаете, в Голландии. Но вот спортсмен-то оказался неплохого уровня, если уж в тридцатку-то попал на первой трассе. Но, к сожалению, видите, на второй у него тоже неудача. Ходит с трассы и голландец в том числе. Ну, это первый из швейцарцев на второй попытке Люк Мэйяр. Вот Мэйяр проиграл две секунды. Две секунды, одну сотую. Вот видите, какая плотность результатов. 24 спортсмена с первого по 24-е все в двух секундах расположились. Ну, хочется, конечно, хочется достойно выступить при таком скоплении зрителей. И тем более, ну, я уж не говорю о том, сколько людей по телевизору все это наблюдает. Молодой спортсмен, для него впервые вот такое событие. Хочется, конечно, отличиться. Но для того, чтобы хотя бы отличиться, надо стать лидером соревнований. Пока получается, но так в притирочку к лучшему результату идет пока Мэйяр. Да, становится лидером. Молодец. Ну, вот сейчас и крупным планом его увидят. Конечно, по сумме двух попыток высоко он не будет, Мэйяр. Но зато какое-то время он будет лидером чемпионата мира. Это тоже такой будет, конечно, для него приятный запоминающийся момент. В первой, в свою очередь, из французов. Это Стив Мисселье. Представляющий спортивный клуб Гранд Борнар. Кстати, они земляки с Тессой Ворли. Но вот видите, не помогает Стиву пока. Землячка-то выиграла вчера с золотом. Мы видели в блестящем стиле. А вот сам Стив, он пока на далеких позициях. На 23-м месте. Но вторую попытку идет заметно постабильнее. Да, видите, лидировал сверху, донизу, на всех отрезках. И молодого швейцарца он обходит. Но я говорил, что между ними-то на первой трассе несколько сотых разницы. Поэтому у нас сейчас так очень быстро будут и лидеры, я думаю, меняться, и результаты. Давненько Мисселье. Вот согласитесь, вот таким крупным планом, по-моему, последний раз мы видели его в Сочи. Но в Сочи, понятно, на Олимпиаде он там был призером серебряным. Ох, а это кто у нас так неожиданно выехал прям, извините, на пятой точке? А, так это Саму Торсти. Саму Торсти. Пропустили мы немножко момент старта. Вот опять же с верхней камеры. Ну, тоже, тоже ложится. Но снег коварный, снег коварный. Такой маслянистый чуть-чуть. Чуть-чуть ошибся и все. Чуть-чуть ошибся и все. Трудно что-то добавить. Вы видели в суперзамедленном повторе все, что происходило с финским парнем. Падение было такое, конечно, впечатляющее. Ну, а сейчас еще один спортсмен, которого мы не ожидали увидеть в третьем десятке. Ну, для этого есть причины. Мы уже рассказывали. Интервью у нас было в исполнении Феликса Нуройтера во время первой трансляции. Вышел с травмой он сегодня. Постоянно вот эту травму, беспокоящую его, травму спины. И усугубил он ее во время соревнований командных. Хотя, вы знаете, надо отдать должное Нуройтеру, что в интервью, которое мы видели сегодня, он не стал акцентировать. Вы знаете, есть такие спортсмены, что там говорит, которые сказали, вот я больной, что там я мог сделать. Нет, он не стал этого говорить, он сказал, что ну я, да, не очень, может быть, хорошо готов просто, я не очень хорошо прошел попытку. Не стал все сваливать на здоровье, Феликс Нуройтер, но с другой стороны результат-то все равно плохой. Вот сможет ли он сейчас продвинуться заметно по таблице, но это, конечно, вопрос большой. Давайте посмотрим. Феликс Нуройтер. Вот, кстати, огромные часы Ланжин на старте, вы видите, да, в двух экземплярах. Там четко показывают местное время. Да, снегопад-то маленький уже начинается. Вот мы сейчас видели там, особенно выше старта, тоже облако такое висит. Надеемся, не будет так вот резко меняться погода. Не хотелось бы, да, чтобы первые номера вот в хорошую, а, допустим, сильнейшие пошли бы при снегопаде. Ну, это было бы уже, конечно, не совсем справедливо. Теперь ориентируемся по времени Стива Мисселье, который возглавил пока гонку. Ну, тоже очень плотно, вы сами видите на графике. Просто за каждую сотую борются спортсмены. И Нуройтер, в свою очередь, становится лидером, обыгрывает фанцуза. И, вы знаете, приятно, вот это такие, так сильно поддерживали на финише болельщики. Не только, наверняка, те немецкие болельщики, которые приехали за Нуройтера поболеть, но и швейцарцы тоже. Ну, и он такой уважаемый человек в горных лыжах, безусловно, Феликс Нуройтер. Ну, вот мы говорили, первый из швейцарцев, первый из французов, немцев. И вот теперь первый из итальянцев Манфред Мельк. Четверка итальянцев сегодня, как положено, вышла на старт. Вот Мельк оказался четвертым по результатам. Лучше пока у итальянцев Рикардо Тунетти. Он на девятом месте, а Манфред Мельк лишь на двадцатом. Третий результат текущий. Ну, в общем-то, я думаю, даже логично. Потому что, ну, все-таки мы видели неоднократно. В этом сезоне у Мелька, конечно, с Лалом заметно лучше получается. Там и победа была. А в гиганте ни разу он не попадал в десятку на Кубке мира. Поэтому, в общем, можно прямо говорить, что чудес, чудо не произошло. И еще один представитель команды Италии. Ну, вы знаете, вот я вчера приводил пример по женской итальянской команде. Абсолютно такая же ситуация в мужской команде. Вот два спортсмена стартуют друг за другом, два итальянца. Разница в возрасте у них тринадцать лет. Представляете, друзья? Мельку уже тридцать четыре, а вот этому парню всего лишь двадцать один год. И это первый его такой серьезный старт в составе итальянской команды на чемпионате мира. Еще, видите, взяли его в состав в основной. Ну и, конечно, хочется оправдать доверие тренеров, я бы так сказал. Но вот вторая попытка чуть послабее оказалась. Вторая попытка чуть послабее у Маурбергера мы видим. Да, вот с этой камерой. Ну, тут замедленный повтор, поэтому и снег так хорошо видно, вы понимаете, друзья, да? Блицерд у него лыжи-то, посмотрите, вот. Очень редко сейчас кто на Блицерде стартует. Как-то ушла эта австрийская фирма из кубка практически. Один из братьев Кавизель, это Джино. Ну, ему-то не удастся. Его брат мы видели, ну, не без помощи, давайте честно говорить, везение. Бронзу завоевал в комбинации, а вот Джино, в свою очередь, пытается что-то сделать в гиганте, но здесь, конечно, потруднее. Это совсем другой вид. Но лидером вполне стать можно. И так, но Ротера выигрывает он в восемьсоток. Джина Кавизель становится лидером по сумме двух попыток. Еще один представитель команды США, Дэвид Чудинский. Ну, что значит один? Он, в общем-то, самый опытный, мастеровитый, и он, в общем-то, и получше остальных сегодня выступил. В отсутствии Теда Лигити, трехкратного чемпиона в этой дисциплине, который, к сожалению, так и не поправился к чемпионату мира. Американцы, конечно, таких не на первых ролях, сказал бы я мягко. Ну, а усилиями, конечно, женской команды набирают медали американцы. Вот, вы знаете, бронзового у Линси, у Линси Вон, вчера серебро у Микаэла Шифрин. Ну, несмотря на то, что лидером становится Чудинский, вы сами понимаете, что медали, конечно, сегодня у американцев не будет. Это понятно. Еще один швейцарец, Карло Янко. 16-й результат после первой попытки у Карло Янко. Для Карло завершается чемпионат. Насколько я знаю, в слаломе специальном он уже стартовать не будет. И, в общем-то, чемпионат завершается не самым лучшим образом. В общем, на Карло Янко, я думаю, многие надеялись, многие за него болели. Казалось бы, да, вот подоспел уже такой момент, подлечился. Вроде бы и травмы никакой сейчас нет. И возраст такой шикарный, 30 лет. Но домашний чемпионат для Карло Янко оказался неуспешным. Надо так прямо говорить. Ну, вот здесь, конечно, трудное место. Два виража под снос, переход. Но все равно мы видели чрезмерный юз, да. Лыжи срывались у Карло. И, конечно, это влияет на скольжение. 15 спортсменов уже стартовало. И давайте сделаем небольшую паузу. Мы потихонечку приближаемся к сильнейшей группе. Пока у нас лидер представителей США Дэвид Чудинский, Кави Цзели и Ной Ройтер. Смотрите, Ной Ройтер три места уже прибавил. Стив Мисселье четыре. Ну, это такие, в общем-то, бои местного значения, я бы сказал. В общем-то, конечно, мы понимаем, что из следующей группы там опять будут времена побыстрее. По крайней мере, по сумме двух попыток. Да, вот Снежочек-то все чуть-чуть, но становится сильнее. Быстрее надо проводить, так и хочется сказать соревнования. А то Хиршер пойдет в сильный снегопад. И будет как-то несправедливо. Лину Штрассер, друзья. Ну, вот как раз тот парень, которого, ну, практически единственный, кого можно похвалить за серьезнейший прорыв. В 43-м он стартовал, и посмотрите, у него 15-е место. То есть почти две трети спортсменов он обыграл на первой попытке. Это, конечно, очень серьезный прорыв. А так вот сейчас бы с 15-го, да еще в десяточку, ну, это было бы, конечно, просто подвигом. Сможет ли такое сделать Штрассер? Сейчас посмотрим. Ну, смог же он сделать невозможное на параллельном Стокгольме. Помните, у нас была трансляция совсем недавно. Обыграл там всех. Выиграл параллельную дисциплину за счет Кубка мира Штрассер. Ну, здесь, конечно, не параллельная. Здесь намного длиннее, намного сложнее рельеф. Ритм совсем другой. Но пока выглядит опять очень неплохо. Неплохо борется за лидерство Штрассер. Опять плотно, но вот в пользу американца, да? Штрассер вторым становится на данный момент. Ну, неплохо, неплохо, учитывая то, что результатов в гиганте почти нет. Рейтинг слабый. И, наверное, в пятнашки-то уж точно останется Штрассер. И еще один немецкий спортсмен, второй подряд уже, Стефан Лутц. В свою очередь мы видим, что и Лутц стартовал очень даже прилично. Вот здесь немножечко красная зона, 800. Ох, какой сбой был, а? Тоже, наверное, немножечко проиграет. Да, немножечко. Это уже третья позиция у Стефана Лутца. Ну, что же, на данный момент, конечно, красиво смотрится для немцев. Второй, третий и пятый. Немецкие спортсмены, но, сами понимаете, если они сейчас второй, третий и пятый, то после того, как пройдут лидеры, будут двенадцатые, тринадцатые, пятнадцатые. Ну, вот, примерно так. Виктор Муфа, Жан Де, следующий. Тринадцатый результат после первой попытки, друзья. Ну, вот здесь уже мы можем говорить о том, что идет борьба. Ну, если не за пьедестал, то за десятку точно. Потому что Виктор проиграл чуть более секунды, это немного, на первой трассе. Поэтому, тут, вы знаете, вот так вот обыграть на тридцать соток соперников на сорок, и это уже будет, может быть, очень серьезная подвижка. И он, в свою очередь, тоже проигрывает. Ну, что же, Довичудинский так продвигается, продвигается. Так, что вы, до десятки, наверное, может даже американец дотянуться. Ну, вот, Виктор, мы ни разу в этом году не видели улыбающимся, и я думаю, что можно понять. Потому что, как ни странно, Муфа, Жан Де проводит нынешний сезон слабее, чем предыдущий. Ну, вот, бывает такое. Джастин Мурисье. Ну, помните, да, как швейцарцы болели за него, пророчили ему медаль в соревнованиях комбинации. Медали-то получили швейцарцы, но вот другие ребята. Люха Эрни выиграл золото. Мурисье остался шестым в соревнованиях комбинации. Ну, вот, первый из тех, который обыгрывает все-таки американца, это Джастин Мурисье. Ну, и неудивительно, друзья, Мурисье показывал хорошую готовность и перед чемпионатом мы видели. И в параллельной дисциплине выступал достаточно неплохо. Я уже про комбинацию сказал, так что... Тем более, у него был лучший результат именно перед чемпионатом мира. Как раз свидетельство того, что он в хорошей форме находится. Находится швейцарец. Флориан Айзат. Итальянская команда. И, знаете, как видим Айзет, а сразу вспоминается, согласитесь, соревнование на классическом гиганте Вальта Бадия, где он в упорнейшей борьбе зашел на пьедестал, чего, в общем-то, никто не ожидал. Но, опять же, жаль, что вот этот этап Вальта Бадии был практически единственным. На остальных стартах даже за шестерку Айзет не боролся. Но и сегодня, видите, тоже, к сожалению, не будет в десятке. Вот так меняются, вы видите, спортсмены меняются здесь на вот этой лидерской позиции. Но у нас должен быть сейчас Феликс на Ройтер, насколько я понимаю, в кадре. Координация подсказывает, что через одного, вот после этого спортсмена, ну и Ройтер тоже подойдет, нам пару слов скажет своих впечатлений. Пока мы смотрим на Филиппа Зубчича, друзья, а это уже десятка. Это, как говорится, уже не шуточки. Десятка лучшая на чемпионате мира после первой попытки. С небольшими уже отставаниями, ребята, Зубчич проиграл секунду. Так вот, друзья, он даже секунду не проиграл. Девяносто семь сотых Киршеру. А до третьего-то места там вообще полсекунды, так что надо бороться. Филипп Зубчич! В общем-то, не могу быть доволен сегодняшними соревнованиями. Надеюсь на воскресенье. Ну, говорит, что мне полегче будет немножко с лалами. Там не такая вибрация. Это он намекает как раз, Феликс, на ту трассу, на ту травму, которую у него есть. Все понятно. На воскресенье надежда у Ройтера. Он один из лучших саломистов в мире. И, друзья, в воскресенье этот чемпионат как раз будет завершаться именно с лаломом мужским. И там, ну, Ройтер вполне может за медаль побороться. Но возвращаемся на трассу. Рикардо Тунетти. Лучший из итальянцев был на первой попытке. Ну, и, конечно, надо сейчас стать лидером. Иначе места приличного не будет. Второй. Бурисье остался на лидерской позиции. Тунетти только что финишировал вторым. Ну, вот у Джастина, похоже, будет такой хороший прорывчик. Хотя, вы знаете, друзья, кто по-прежнему с лучшим результатом? Я не знаю, может быть, кто-то сейчас удивится. На второй попытке лучшее время по-прежнему у Нуройтера. Того самого Нуройтера, которого мы сейчас видели. Который сказал, что он недоволен сегодняшним днем. А вторая попытка была приличная. Большая восьмерка у нас начинает борьбу. Уже конкретно за медали. С лалами гиганте. На данный момент Джастин Мурисье, вы видите. И очень плотно за ним итальяне Стунетти, американе Чудинске. Штрассера уже отодвинули на четвертую позицию, мы видим. А это как раз вот Бурисье во время прохождения. Так, последнее согласование. Видите, по рации опять. Мы сегодня с утра видели такой момент. И вот опять тренеры пытаются подсказать Киршеру, на какие особо места на трассе, видимо, надо обратить внимание. Хотя, я думаю, Марсель настолько уже опытен и силен, что он сам все прекрасно уже понимает. И сам уже план прохождения на вторую попытку наверняка для себя составил. Матьео Фавр, друзья! Опа! Ошибочка! Как мощно ушел со старта. Матьео Фавр сразу, говорится, без раздумий каких-то бросился в атаку. Француз... Ну, вы знаете, почувствовал вкус победы в этом сезоне. Напомню, Матьео Фавр первую победу в карьере одержал как раз в декабре. Не так давно. И поэтому... Конечно, очень бы хотелось повторить успех. Или как минимум быть бы с медалью чемпионата. Но для этого, конечно... Для того, чтобы быть с медалью, надо практически безупречно обе попытки проходить. Пока он выигрывает, но выигрывает совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть выигрывает по второй попытке. Вернее, по сумме, конечно. По второй-то он даже чуть проигрывает. Эх, шесть сотых даже по сумме проиграл Мурисия. Вот это да. Ну, ошибка мы видели. Просто так ничего не проходит. Лишь девятый результат у Фавра. А по сумме второй текущий, который не дает, я думаю, никаких гарантий на высокое место. Вот. Один из моментов. Пришлось и рукой опираться, да? Ну, вот здесь, конечно, тяжелейший вираж. Закрытый вираж на перегибе. Выход под снос, как говорят горнолыжники. И, конечно, такой экстремальный. Да еще подход с хорошей скоростью. Ну, вот норвежцы поднимают свой плакат. Сразу видно, за кого они болеют. Вот за этого парня. Рыжебородова. Викинга. Лайф Кристиан Хауген. Хорошую форму набрал. Мы видели, в январе смотрелся очень сильно Хауген. Здесь на чемпионате мира. Сейчас за шестерочку он явно претендует на шестерку, я считаю. Так, а тут уже и камера у нас, видите, покрылась немного снегом. Вот это тот самый вариант, который нам бы не хотелось, сами понимаете, да? Ну, нам-то еще как-то не так важно. А вот лидерам снег усиливается. Не очень приятная ситуация. Так. Смотрите, насколько быстрее Хауген. Да, вот не зря мы не первый раз хвалим уже норвежца. Он опять идет очень прилично. Мы еще удивлялись, что на последних этапах в десятке-то было. Вот к педесталу не подъезжал. Хотя по всем параметрам вроде бы уже мог. Норвежец за это побороться. Хорошая пока у него зеленая зона. Да, ну, абсолютно достойный заезд. Хорошая работа. И Хауген становится новым лидером. Ох, какой здесь был момент. Просто снес он эти флаги. Да, на верхней части снегопад усиливается. Это точно, друзья. Поэтому, не дай бог, еще какие-то у нас из-за погоды сюрпризы будут. Осталось-то у нас из претендентов. Участников-то много. А претендентов на медаль осталось-то у нас всего шестеро. И вот он главный претендент в красном костюмчике, которого вы прекрасно знаете. А Алексей Спинтуро тоже разминается. Роллот Лайтингер, появление которого в шестерке лучших, ну, в общем-то, небольшой сюрприз, согласитесь, да? Все-таки в десятках он в этом году за мяч не был, а тут уже чуть ли не заперестал борется. Лайтингер, посмотрите. В 53 сотки он на первой попытке Хиршеру проиграл. Совсем уже немного. А с норвежцем-то у него вообще никакой разницы нет. Видите, одна сотая. Всего одна сотая с норвежцем. Так что между ними вот борьба, можно сказать, с нуля. Вот сейчас на второй попытке происходит. С переменным, да, успехом. На первом чуть-чуть. Ох ты! Ну, смотрите, прямо даже не особо-то и видно было, как он тут выстрелил, а? Лайтингер-то красавец. Похоже, у нас опять смена лидера. Да, и с хорошим преимуществом. Лучшее время чисто по второй попытке и лучшее время, естественно, по сумме двух. Ох, как орется, а! Давно мечтал о результате. Безусловно, можно поднять. Лайтингера, он уже таких не самых молодых, не из юниоров давненько. 25 лет. Конечно, мечтается уже о хорошем результате. Да, интересная ситуация. Один австриец стал лидером, другой, там, мы видим, Шурхофер выслушивает советы своего тренера, а на трассу уходит Хенри Кристоферсон. Ну, главная, конечно, надежда команды Норвегии. Как бы не был хорош Хауган, все-таки Кристоферсон посильнее, мы это знаем. А с лалами там речи вообще нет, само собой. Ну, и в гиганте мог бы Кристоферсон навсегда, мне кажется, может за пьедестал в гиганте побороться. Вот, если взять результаты этого сезона, друзья, 6-7 стартов, даже учитывая параллельный, Кристоферсон всегда был в десятке. Пусть всего лишь один раз на пьедестале, но в десятке всегда. То есть уровень у него всегда очень высокий. Но на пьедестале хочется, наверное, побывать именно сегодня. Все-таки этапы Кубка Мира, их много, и каждую зиму, а вот чемпионат мира раз в два года, и, сами понимаете, мало ли, что через два года может произойти. Поэтому надо использовать сегодня и сейчас. А вот сегодня и сейчас, смотрите, не получается. И Хаугену, своему товарищу по команде, и, само собой, Лайтингер проигрывает. Кристоферсон, вот это уже такая начинается у нас немножко интригующая ситуация. Аллилуйя, не верит сам тому, что творится. Мы видим Лайтингер. Ну что же, конечно, он уже в шестерке лучших, а как тут еще дальше, друзья? Вот не дай бог там соперник упадет один в трое, и будешь на пьедестале. Но это, конечно, не случайность, друзья. Я не к этому веду, потому что вторая попытка, вы видели, сами у Лайтингера была, ну просто очень симпатичный. Матс Олсен. Вот человек. Ну, тут, знаете, двояко, да? Если брать по сезону, то вроде бы Олсен, конечно, не фаворит. А если брать по последнему старту Кубка Мира, то еще какой фаворит? Ведь он был вторым на последнем гиганте в гармеш Партенкирхене. Судя по всему, хорошую форму он сохранил. И почему бы нет, как говорится, не побороться. Ну, здесь запасов нет. Мы видим от 14 сотых. У него преимущество маленькое над Лайтингером. Все тоже решает именно вторая попытка. Пока неплохо. Пока неплохо идет Олсен. Ой-ой-ой, вот здесь парочку сбоев. Вы знаете, это может стоить очень прилично. Да, вот видите, цена ошибки сегодня очень серьезная. Сразу на четвертое место Олсен. Ну, многие не избежали, да, вот на сегодняшнем трудном гиганте вот таких ситуаций. Тоже ложился на снег, тоже рукой пришлось отталкиваться, чтобы вообще не улететь с трассы. Конечно, все стоило это, стоило соток. Но у нас лучшая тройка. Лучшая тройка решения вопросов по медалям. По медалям сегодняшних соревнований. Откуда-то вот, видимо, из-за сетки у нас появился Шерхофер. Ну, а стартует Алексис Пинтуро. 25-летний представитель Куршевеля Алексис Пинтуро, человек, который второй год подряд соревнуется с Хиршером за лидерство в этой дисциплине. Но Тина Маза сказала, что пойдет ва-банк. Наш эксперт канала Евроспорт Тина Маза. Посмотрим, насколько оправдается ее прогноз. Ну, в принципе, конечно, Пинтуро борется и не абы за какую медаль. Хотя и Хиршер, вы знаете, вчера в интервью сказал, что... Вы сами понимаете, что я приехал сюда не за четвертым местом. Ясно дал понять Хиршер своим соперникам. Опа! А Пинтуро-то проигрывает. Причем, посмотрите, второй отрезок еще по нолям, а третий полсекунды. Друзья, а это не напоминает ли вам последний этап Гармиши? Согласитесь, очень даже похоже, да? Там Пинтуро лидировал и вторую попытку проиграл. То же самое происходит и сегодня. То же самое. Пинтуро вторую попытку прошел даже хуже. Вы знаете, какой результат у Пинтуро, друзья? Сейчас многие удивятся. Чисто по второй попытке 19-й результат у Пинтуро, а по сумме 5-е место. Вот те сюрпризы. Кто бы хотел, не хотел, но они вот начинаются, да? Ну что же, австриец лидирует, друзья. Сегодня в любом случае золото будет австрийской командой. Потому что на старте два австрийца, а один уже на финише и с лучшим результатом. В идеале может быть хит-трик. То есть все три медали могут завоевать австрийцы, но для этого должны, наверное, ну просто не просто удача. Тут звезды не знают, как должны сойтись. Посмотрите, у нас и Пинтуро, и Кристоферсон, оба ошибались и на второй попытке. Неужели Шорхофер сможет без ошибочки отработать? Вот он на трассе. Смотрите, аккуратничает. Как только может. Дрифт применяет, что есть мочи. На крутых переходах. Ну что ж, правильная тактика оказывается. Посмотрите. Где-то подскинулся, дрифтанул. И точная линия получилась. Молодец, опытнейший человек. В этой компании самый опытный. Шорхофер 33 года. Естественно, старший и Хиршер, и Пинтуро уж тем более. Кристоферсона. Кристоферсона. На пьедестал. Вот это да. Вот это да. И вы знаете, вот проблемы, которые раз мы уже наблюдаем. И все время в нижней части трассы. Вверх идется, хотя мы считаем, что и верх-то сложный. Но именно внизу, на третьем отрезке Шорхофер лидировал с хорошим отрывом. 36 сотых. Представляете, умудрился внизу секунду проиграть. Шорхофер. На второй половине трассы. Секунду. Марсель Хиршер, друзья. Ну вот теперь уже точно решение всех вопросов. Запас у него в полсекунды над Лайтингером. Вы видите на экранах. И проиграл, не проиграл ничего мы видим на стартовом отрезке. Вот здесь очень важно. Очень важно. Ух ты! Марсель наращивает преимущество. Да, вы знаете, вот когда жесткая трасса или еще какие препятствия, иногда такое кажется, что Марселю все равно. А вот здесь уже нижняя часть трассы, друзья. Мы видели на нижней практически все лидеры проигрывали. Нет, все-таки выиграл. Все-таки выиграл Хиршер. Но, конечно, согласитесь, было напряженно. Со старта хорошо. На втором отрезке лучше не бывает. А потом все хуже, хуже. И многие, я думаю, боялись действительно, что растает преимущество. Но 25 сотых сохранилось. По сумме двух попыток. И две медали сегодня у австрийцев. И золото, и серебро. Ну, золото Хиршера, это, наверное, такой абсолютно нормальный исход соревнований. А вот серебро Лайтингера, согласитесь, это сюрприз большой. Но, впрочем, как и бронза Хаугена. Кристоферсон остался на четвертой позиции. Вот как из тени-то пробились два норвежца. Еще один австрийский Шорхофер пятый. И шестерку замыкает Швет Олсен. Да, да. Вот это расклад. Лучший из швейцарцев оказался сегодня Джастин Мурисье. У него лишь восьмое место. И вы знаете, друзья, по итогам сегодняшнего дня австрийцы по медалям, по количеству медалей опережают швейцарскую команду. Даже не догоняют, а опережают. Теперь у австрийцев семь медалей будет. У швейцарцев остается шесть. Ну, единственное, что по золотым. У швейцарцев три. У австрийцев становится две. Так что вот такое соперничество лидирующих команд, оно продолжается. Здесь в Санкт-Морице с каждым днем все интереснее. Посмотрите, как Хиршер устал. А почему он на коленочку так присел-то? Отдышаться никак не может. Друзья, ну вот мы слышим, диктор по стадиону сейчас делает такое персональное поздравление. Мы с вами, наверное, тоже будем присоединяться. И, как правило, поздравление начинается с третьего места. Лайф Кристиан Хауген, друзья. Ну что ж, поздравляем. Долго, долго он шел к этому успеху. И давайте говорить заслуженно. Заслуженно получает медаль. Много было работы. Уже и возраст у Хаугена такой приличный. Ну а для этого человека вообще сегодня какой-то приятный сон, наверное, сейчас получается. Я не думаю, что Лайтингер вот в мечтах надеялся сегодня быть на пьедестале. Но он там стоит. Ну а это достойный победитель. Это достойный чемпион мира. Новый чемпион мира. Гигант с концлавами. Напомню, друзья, все три предыдущих чемпионата мира выиграл один и тот же человек. Американец Тет Лигити. Но теперь, наконец-то, и Хиршер выиграл эту дисциплину. Вот окончательный результат у вас на экранах. Но получился такой между собойчик Норвегии и Австрии, согласитесь, да? Даже скандинавы против австрийцев. Три австрийцев-шестерки и три скандинавских гонщика. Ну и далее, далее мы видим по протоколу. Кого-то это хороший старт, у кого-то, как всегда, неудача. Ну, как обычно это и бывает на чемпионате мира. Мы еще вернемся. А, друзья, ну вот, наверное, длинной паузы у нас все-таки и не будет. Сейчас, конечно же, у нас будет интервью. Ну и, конечно же, наши эксперты. Как же без них? Вот Марсель у нас появился в кадре. Ну что, ты лидер Кубка мира, лидер в гиганте. И вот теперь еще и чемпионом мира стал в этой дисциплине. Ну, посмотрите, интервью почти не получилось у нас, потому что он сказал, что у меня нет слов особо. И папа, ну, папа все-таки, ну, как же без него, да? Посмотрите, папа курточку поменял на новую, но все равно в приметы уже, наверное, не верит. И, несмотря на это, Марсель все равно чемпионом мира стал. И, вы знаете, вот хорошая теперь коллекция собирается у Марселя. Золото, серебро уже было в комбинации, а еще впереди с лалом, где, вы сами понимаете, Марсель может вполне, вполне медаль завоевать. Поздравление от папы. Конечно, немножко расстроена вот эта основная публика. Тут швейцарцев, наверное, большинство, но молодцы. Они тоже поприветствовали, как и положено. Очередные медали, разыгранные в Санкт-Мореце, друзья. Сегодня в гигантском, славами у мужчин. И блестящую победу опять одержал Марсель Хиршер. На втором и третьем местах достаточно, скажем так, неожиданные сегодня призеры. Австриец Ролад Лятингер и норвежец Лайф Кристиан Хауген. Ну, вот наши эксперты. Ну, согласись, Тина, хорошее, красивое завершение. И снежок падает, все так красиво. Но мы видели, что Хиршер долго приспосабливался и в других дисциплинах. Но вот сегодня на гиганте все встало на свои места. И первый заезд, но и второй был тоже хороший. Ну что, настоящий чемпион, он, конечно, очень-очень крут. Говорит Джонатан. Да еще критика на него такая была в последнее время. Ну, в принципе, у таких людей, как Хиршер, всегда есть давление. И это надо выдерживать. И Тина имеет в виду, что ответ на давление должен быть только такой. Победа. А в 33, в пятерке, замечательная работа, да, Тина говорит, конечно. Безусловно, они не просто один Хиршер, а всей командой выступили здорово. И она говорит, ну надо же, 22 номер у Лайтингера. Он даже не в первой группе и вышел на второй. Это, конечно, фантастический результат. Но сейчас Джонатан опять возвращается, не дает ему это покоя тема. Вы знаете, что у нас вторая попытка задерживалась из-за того, что самолет врезался в трос тут, прям над финишем. Ну, вы знаете, друзья, я вот осмелюсь вот тут немножко комментарий. По-моему, Джонатан больше испугался во время инцидента, чем Тина Мазы. Тина Мазы больше, более спокойно себя чувствует. Ну, обсуждение остальных, остальных фаворитов. Кристоферсону немножко не хватило до медали. Пять сотых. Пять сотых не хватило Кристоферсону. Ну, Алексис тоже замечательно боролся. Вторая попытка была не такая хорошая, как надо, но... Ну, это бывает, это бывает даже с сильнейшими, может быть, даже чересчур переработал, вот так сказала Тина Мазы. Да, он прям вот, мы видели, он прям смял тут ворота, когда со старта... Да, немножко так, немножко рваный был заезд, немножко неправильно на снег реагировал Пентуро, но... Не смог вот к этому снежному покрытию идеально приспособиться, так думает Тина Мазы. Ну, и, конечно, скажи пару слов по Слалому, который будет в воскресенье. Ну, Марсель, Марселю даже будет чуть попроще, потому что он уже золото сегодня завоевал, и так ему будет в моральном плане чуть полегче. Ну, что же, трудно опять не согласиться с Тиной Мазы и с Джонатаном Эдвардсом, друзья. На этом мы завершаем сегодняшнюю трансляцию. Чемпионат мира продолжается, вы прекрасно знаете. Обычно в конце трансляции мы показываем заезд чемпиона, и не будем отходить от этой традиции. Вот видите, вы еще раз видите победную попытку. Вернее, вот эта попытка не оказалась лучшей второй, но по сумме двух, естественно, Киршен с чемпионом. Завтра по программе у нас опять в борьбу вступают женщины. Вот у женщин завтра уже завершение чемпионата. Завтра последний женский комплект специальным с Слалами они разыграют. И программа у нас достаточно стабильная, такая же, как и вчера была, друзья. Давтра прямые трансляции. Начало в 11.30 по Москве. Я думаю, вы тоже не будете пропускать. Ну, а мы с вами еще разочек наслаждаемся мастерством вот этого великолепного, конечно же, спортсмена Марселя Хиршера. Например, золото и серебро уже есть на чемпионате. А впереди еще одна дисциплина. Да, мы видим вот аплодисменты. Свою порцию шикарных аплодисментов получил Хиршер на финише. Ну, и Лайтингер тоже, который ему опроделывал. Да, он серьезный. Серьезный триумф сегодня австрийской команды. Настроение у них, конечно, в воскресенье будет очень хорошее. По мнению специалистов нашего канала, еще раз напоминаю, что сегодня с вами работает Сергей Анашкин, комментатор Владимир Андреев. И не забывайте о времени трансляции. Впереди у нас суббота, воскресенье. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok